Роза Дамаскена Идущие парфюмерные компании Мира для производства дорогой парфюмерии Привет! Вы на канале Зачашка кофе Досмотрите это видео до конца, вы узнаете, что происходит И, возможно, тот парфюм, который еще доступен сейчас, уже скоро будет стоить дороже золота Но обо всем по порядку Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями Немного предыстории Некоторые историки считают, что крестоносцы привезли розу в Европу из Дамаска, Сирии в 13 веке И ходят еще много легенд о римлянах, которые привезли ее в Европу Но первые документальные сведения о выращивании этого красивого растения На сегодняшних болгарских землях датируются началом 18 века Именно в Болгарии оказались самые подходящие условия для выращивания этой розы Чем страннее происхождение Роза любит супесчаные коричневые лесные почвы, не удерживающие много влаги И благоприятный климат с мягкой зимой со средней годовой температурой 10,5 градусов по Цельсию Еще до освобождения Болгарии от Османского Ига розовые массивы охватывали более тысячи гектаров Причем самыми подходящими оказались условия в так называемой розовой долине Если в Америке есть Телеконовая долина, то в Болгарии это долина роз Долина роз находится почти в самом центре Болгарии Обширные поля простираются на высоте более 300 метров над уровнем моря Их невозможно охватить взглядом, они уходят вдаль на десятки километров В 1820 году в Казанлыке был построен первый торговый дом розы И город стал центром розового производства Болгарии Так город превратился в самый благоухающий регион страны Это, наверное, единственное место в мире, которое нужно нюхать, нюхать и нюхать До Первой мировой войны в Болгарии содержали плантации протяженностью около 100 тысяч гектар Но после войны и кризиса 1930 года болей практически не стало После 1945 года были приняты меры по восстановлению насаждений розы в долине Был создан институт розы, а частные фирмы национализированы В начале 19 века свои первые шаги сделала торговля болгарским розовым маслом Которая быстро добилась заметного спроса на рынках Парижа, Дрездена, Вены и Лондона В этом году исполнилось 120 лет празднования фестиваля роз Этой традицией отмечает сезон сбор урожая, который проходит с конца мая до июня Фестиваль длится 3-4 дня Туристы со всего мира раз в год именно в эти даты приезжают посмотреть всю эту прелесть Фестиваль сопровождается концертами, праздничным шествием и ритуалом по розоварению Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова За месяц до начала фестиваля выбирается Королева Рос Королева Рос это обычная девушка, старшеклассница, которая проживает в этой области Именно она на протяжении всего года будет лицом долины роз в Болгарии Время сбора урожая очень короткое, только 25 дней Несмотря на технологию, масляная роза весом всего 2 грамма собирается вручную В среднем для производства 1 килограмма розового масла требуется от 3 до 6 тысяч килограмм цветков розы Сбор роз начинается рано утром с 4 до 10 часов утра Это связано с необходимостью наличия на лепестках капелек розы, которые значительно увеличивают содержание в них эфирного масла Переработка роз происходит на месте, поскольку цветы не любят долгую транспортировку и подвержены брожению Котлы наполняют свежим цветком розы и водой Так заваривают розы и извлекают эфирное масло Роза должна быть хорошо цветущей, чтобы извлечь максимальное количество эфирного масла Которое является основной частью продукции самых известных мировых парфюмерных брендов Здесь можно прикоснуться к истории и посмотреть, как тут жили люди, которые занимались сборкой роз Поднимемся по этой лестнице и посмотрим, что тут на втором этаже Вот так, видите, наверное, люди спали Те, которые работали на розах, пряли Вот тут они и так ели Детей качали Ребята, какой шикарный запах Жалко, что я вам через камеру не могу это передать Цена благовонной жидкости на международном рынке достигает около 5-6 тысяч евро за 1 литр Для производства 1 литра розового масла необходимо около 1 тонны лепестков роз Но в случае недостаточно благоприятных климатических условий Объем необходимого сырья может достичь 3-4 тонн Что угрожает парфюмерии? Дело в том, что Евросоюз решает изменить рекламент по эфирным маслам И причистить эфирные масла категориям опасных ядовитых химических веществ В настоящее время долина роз значительно поддерживает экономику Болгарии Роза является символом страны В производстве высококачественного розового масла, а это жидкое золото Болгарии Страна занимает первое место в мире и составляет 70% мировых объемов Розовые насаждения в стране на данный момент составляют десятки тысяч гектаров Свыше десятка заводов по производству масел имеются в стране В болгарском розовом масле содержится свыше 200 тысяч ингредиентов Что делает его исключительно подходящим для применения в парфюмерии Больше всего розового масла Болгарии экспортируют во Францию для производства духу А вы знали, что в духах Шанель номер 5 используются капельки эфирного масла болгарской розы? А также в Германию, где оно применяется в фармацевтике На изготовление мазель, капель и в лечении болезней Еще экспорт идет на японский рынок В целом 95% производственного масла уходит на экспорт Я, честно говоря, не знаю, чем думает Евросоюз Ну и может быть действительно эфирные масла Это какой-то яд? Напишите, кстати, об этом в комментариях В долину Рос прибыл Жером Вио, мэр французского города Грац Чтобы обсудить с администрацией Казанлыцкой области план действия по данному вопросу На данном этапе планируется создать ассоциацию городов В регионах которых производятся эфирные масла Они надеются, что для Европарламента и Европейского комитета Важно услышать голос производителей Если Евросоюз примет такое решение Десятки производителей и тысячи рабочих останутся без средств существования Болгария потеряет доход, а мы, возможно, больше не увидим Наш любимый парфюм на полках магазина Ну или он будет видоизменен синтетическими веществами Но уже никогда не станет прежним Я не призываю бежать немедленно и скупать все, что еще имеется в продаже Остерегайтесь подделок И я просто не понимаю, почему нас хотят лишить натуральных продуктов Напишите ваше мнение на этот счет в комментариях Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео Ставьте лайк и делитесь с друзьями А на этом все Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok